Во-первых, для начала дали бы Киеву команду снять запрет, самозапретные переговоры с Россией. А во-вторых, мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра. Мы понимаем при этом все своеобразие юридической ситуации, но там есть легитимные власти, даже в соответствии с Конституцией. Я сейчас только что об этом сказал. Есть с кем вести переговоры. Пожалуйста, мы готовы. Наши условия для начала такого разговора просты и сводятся к следующему. Вы знаете, я бы сейчас потрачу некоторое время, чтобы воспроизвести всю цепочку происходивших событий еще раз, чтобы было понятно, что для нас то, что я сейчас буду говорить, не конъюнктура сегодняшнего дня, а мы всегда придерживались определенной позиции, мы всегда стремились к миру. Украинские войска... Так вот, эти условия очень просты. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Черсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов, в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Мы, конечно же, хотели бы рассчитывать, что такое решение и о выводе войск, и о внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией, от которого зависит будущее существование Украины, в Киеве будут принимать самостоятельно, исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке. Хотя на этот счет существуют, конечно, большие сомнения.